С развитием технологий дети уже немножко по-другому ведут, но я скажу, что футбол в Бресте, наверное, все-таки возродится, потому что сейчас это очень массово. С возрождением, скажем, Брестского Динамо и футбол, в том числе и маленький футбол в зале. Поэтому мы взяли специально такой возраст, самый такой активный возраст в спорте, вот именно до 13 лет, и решили попробовать, как у нас получится турнир. Ну, уже третий год проводим. Для юных футболистов 16-городских школ Кубок Меркурия – это хорошая возможность показать мастерство и добыть заветный трофей для своей школы. Вместе с тем у соревнований более глубокие задачи, а именно сделать школьные каникулы по-настоящему спортивными, мотивировать подростков на занятия футболом. Поэтому нынешний турнир претерпел изменения. Мы сменили систему немножко проведения турнира. У нас было двое возрастные глупые, но мы от старшей отказались, решили все-таки сделать упор на младших, потому что здесь как-то больше креатива у малых. Эмоций жизни больше в этом. Ну, старшие немножко не так себя ведут. На турнире есть свои фавориты и аутсайдеры, но, как показывает практика, чемпионский титул еще не страховка от проигрыша. Так, обладатель кубка прошлого сезона, ребята школы номер 14, в игре с командой пятой школы крупно уступили со счетом 1-7. Причина, считают игроки, в большой разнице в возрасте. Он получается высокий и не для нашего уровня. Ну, хотя мы можем их выиграть, но надо прям, не знаю, суперсилки это иметь. Просто, наверное, по росту. Например, я пятый класс, а у них только восьмые классы. Ну, по возрасту, потому что, например, если я их толкну, они с места не сдвинутся, они продолжат играть. А если они меня толкнут, я могу и упасть прям. Просто в возрасте заключается это. Несмотря на два последних проигрыша в матчах группового этапа, юные футболисты не отчаиваются. Тренер Николай Олешкевич учит своих ребят бороться до последнего. Я нормально так получила опыта, что надо бороться, обводить и давать пасы, например, пасоваться и их стеночкой играть. А то они пока повернутся. Мы же быстрые, у нас ноги быстрые, и мы можем стеночку сыграть. Я могу отдать партнеру, он мне, и можно пробить и забить гол. Сейчас в турнире идут игры группового этапа, которые завершатся 3 ноября. Возобновятся встречи во время зимних каникул. Решающие игры серии плей-офф пройдут 24-28 декабря.